Начнем с того, что действительно дружба это мир прежде всего между нами и с нами и вокруг нас. То есть начнем с этого. Почему именно? Потому что если дружественный... Спасибо, Миша. Если я дружественный, давайте я себя буду приводить в пример. Если я дружественный, то вокруг меня все хорошо. Если не дружественный, значит я не мирный, значит я не люблю, значит раздор вокруг меня и не устройство. А Бог есть порядка и устройство. Бог дает так, чтобы это так было. Об этом Иисус Христос говорил, об этом Бог говорил. Мы некоторые места посмотрим, и как я уже говорил там на видео, говорил, что мы... Священное Писание первое наше основание, ну и опыт. Опыт это то, что мы прожили или то, что мы наблюдали, или я за свои года, которые прожил, то, что мы наблюдали и знали. Но если есть дружба или дружественность во мне, то есть и любовь. То есть от этого все есть. Конечно, все начинается, когда мы поверили, верим Богу. С этого все начинается. Но мы, конечно, все, вот вы все почти с детства верующие люди, как и я тоже. Я родился в верующей семье. Мы все верующие. Мы все это знали. Если бы мы, или я, пришел с миром, я бы знал, что такое мирское и знал бы, что такое Божье, да? И научен тому был бы и этому. И я бы даже разницу тоже делал. Дружба в мире или дружба среди верующих. Это разное. Это разное. Вроде бы слово одно, но действия разные. Смотрите, если среди верующих или дружба верующего человека, она может простить, она может понять, она может помириться заново. И там могут помириться, но простить не смогут. А мы не имеем права. Я не имею права не простить. Если я дружил, а потом он просит, говорит, давайте помиримся. Я говорю, давай помиримся. Прости меня. Я не имею права не простить. Тот имеет право не простить. Скажет, ну, я не хочу с тобой дружить. Я имею право не простить. Это мое право. Почему? Потому что я его обидел. Он имеет право не простить. То есть от этого много значит. И она есть дружба. Давайте еще раз повторим. Давайте так скажем, в нашей стране, если дружно жить не будем, значит штат на штат будут воевать. В городе, если мы не будем дружными, значит в городе будет там в Донтауне война, как была в Портленде, где-то здесь манифестации ходят, дерутся, убивают друг друга. И это может быть. Между государствами тоже плохо, если нет. Вот язык дружбы потеряли. Я не говорю, что между государствами любовь, но уважение должно быть, но любовь христианская не может быть между ними. Но хотя бы дружественные страны, они так называются. Вот на сегодня, где война, это плохо. Нет дружбы между ними. За любовь не говорим. Любовь между христианами. Поэтому мы делаем немножко разницу между дружбой в мире и дружбой здесь. Это разные вещи. У нас под дружбой подразумевается любовь, прощение, мир, покой, наперед думать. Если я не прощу, меня не простят. И вот так оно делится. Вот на сегодня, вот сколько нас есть, нам узнать, как она делится. И как дружить. И как на Священном Писании основание, что как было в те времена. Но еще, вот сегодня мы обратим внимание, я прочитаю одно здесь место, 2 Тимофею 2 и 1 стих, 2 глава и 1 стих, 2 Тимофею 2, 1. Вот смотрите, там где перечисляется, что в последние дни, он говорит Тимофею, знай же, вот ты знай. И мы должны знать, то есть вы должны знать, и я тем более, насколько лет вас много старше, да, я должен знать, что в последние дни, он говорит, ну пусть будет это в наше время. В то время было тоже. Времена будут тяжелые. Ну, времена наступят такие тяжелые. То есть люди будут. И он отрицательные вещи здесь перечисляет. Это самолюбивые, те, которые себя любят. Рядом никого не любят. Это значит за мир. Может это верующий быть. Сребролюбивые, слишком деньги любят. Слишком, слишком. Бога, друзей, никого рядом нету. Вот любят деньги, все, вот на первом месте. Если это говорится, да, гордецы, это значит только я и больше никто. Я такой хороший, красивый, богатый, добрый, знаменитый и все прочее и прочее. То есть это гордость потом после этого. Надменность, это значит тоже никого не замечает. Он просто не хочет ни поздороваться, ни говоря уже о дружбе, да. Злоречивые, плохие слова. Родителям непокорны. Пятая заповедь нарушается. Ну, это мы все верующие знаем, что такое непокорность родителям. Это я тоже знаю, где я их не слушал, а где послушал. То есть это вот лучше послушать, тогда будет говориться здесь покорный родителям, да. Неблагодарный. Говорит Слово Божие. За все благодарите и непрестанно молитесь. Здесь написано, что те, которые не благодарят. Даже ему дали, место уступили в автобусе, он спасибо не сказал. Дверь открыли, спасибо не сказал. Пальто подали, там джельтмен девушке подал пальто, спасибо не сказал. То есть благодарности от такого человека нету. Это тоже плохо. Ну, это Писание говорит, что это плохо. Все, что мы прочитали, да. Нечестивые, это значит грешники, но здесь написано недружелюбное. А дальше я уже здесь не отметил дальше, чтобы читать, потому что там дальше и идет, да, перечисление. Но вот слово стоит недружелюбное. Это слово состоит из двух слов. Дружба и любовь. Мы об этом сначала и говорили. В дружелюбие состоит из двух слов. Дружба и любовь. Это христианское слово. Когда мы будем читать 2 Тимофея 2.1, и когда мы прочитаем недружелюбный, и мы будем знать, что это грех, который апостол Павел пишет Тимофею и делает ударение, что это грех, если я недружелюбен. Потому что, смотрите, те, что родители не слушают, если не послушание, это грех. Конечно, грех. Если злые слова говорят, плохие слова, я буду говорить на любого из вас плохие слова. Это грех. Грех. Хорошие говори. Плохие нельзя. Хорошие какие? Будь благословен. Мира тебе желаю. Счастья желаю. И спокойной ночи желаю. Хороших дней. И учебы хорошей. И работы. Это хорошие слова. Злые слова. Это грех. Гордость. Надмение. Любить золото. Любить деньги. Себя любить. Это тяжкие грехи. Но здесь написано, времена тяжкие, а перечисленные окажутся грехи тяжкие. То есть об этом. Но и стоит слово дружелюбие. Значит, любить дружбу надо. Или же, назад повернем, в дружбе любить. То есть это христианская сторона и христианский такой вариант. То есть вот так мы живем. По-другому мы не живем. Или не должны жить. Вот это вот словосочетание. Либо мы не живем, или не должны жить. Если не живу так, то значит надо так жить. Понимать, что такое дружелюбие. Это слово надо понимать. Вы все понимаете, да, что я говорю? Хорошо, английский же вам не нужен. В основном так вам не нужен. Английский вам троим. Только все. Вы хорошо научены русскому. Эти девочки. Хорошо понимаете. Если будут вопросы, это не только я должен говорить или обязан. В семинаре задаются вопросы тоже. Если появятся вопросы, вы всегда пожалуйста. Хорошо? И мы пойдем дальше потом. Есть вопросы? Нет? Давайте начнем с того, что дружба с Богом. Почему именно? Потому что без Бога мы никто и ничто. Мы им живем, движемся и существуем. Об этом пишет апостол Павел. Все мы эти слова слышали. Все мы их знаем. И вот Богу надо верить или довериться. Это Богу надо. Знаете? Так, Иакова. Иаков пишет во второй главе, двадцать третьим стихом. Что он пишет, Иаков? Иаков пишет, что исполнилось слово Писанию. А какое оно исполнилось, слово Писание? Веровал Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Но дальше вот то по нашей теме. И он назван другом Божьим. Вот обратно я прошу обратить внимание, что мы делали различия между дружбой мира и слово дружба в вере. Авраам поверил Богу. Это ему вменяется в праведность. Сегодня мы слышали, два брата говорили об этом в проповеди. Вменяется в праведность, если мы верим. Давайте на себя. Аврааму вменялась в праведность. Мы верим. Аврааму вменяется в праведность. И мы названы друзьями Божьими. То есть это так просто. Как было с верным Авраамом, так и с нами. Вот в этом есть разница. Смотрите, да? Что если он веровал, он назван. Мы верим, мы названы. Мы его друзья. Друзья, ну естественно, конечно, там Бог назвал. Я могу называть, что я тоже друг Божий. Но Бог назовет ли меня другом своим? То есть это тоже от Бога зависит. Каким он меня видит? Если он видит меня гордым, надменным, злоречивым. Это недобрые слова, это нелюбов, нелюбовный даже тоже здесь такое слово. Дальше уже, после вот этого дружелюбия, что я уже не записал. Есть слово нелюбовный, те, которые не любят. Понимаете? Но любови христианской, не просто человеческой, любить вещи, любить машину, любить дом, любить свободу, любить отдыхать где-то. Все такое любить. А вот любить Бога. То есть вот оно там написано нелюбовный, да? И вот что оно делает друзьями Божьими. Названы мы или не названы, но Слово Божье, если мы поверили, и нам вписывается, вменяется нам вера эта в праведность. То есть любого из нас мы поверили Богу, поверили Слово. Слово от слышания, от слышания, от Слова Божьего, где мы прочитали или услышали. И мне в праведность меняется. То есть уже оправданный, что слово значит праведный? Правильно поступает, правильно живет, оправданный кровью Иисуса Христа. Он такой, да? Но естественно сразу мы названы друзьями Божьими. Это словом названы. Я говорил перед этим, что Бог назвал нас или нет. Это личное такое отношение, может быть свидетельство или через пророчество. Но Писанием, как Авраам, вот с верным Авраамом, он назван другом Божьим. Мы названы, если мы верим, и нас праведность эта пришла. То есть мы правы, мы правильно поступаем. Как Слово Божье нам говорить и как требует. Смотрите, критерии всему Слово Божьему. Вот кодекс нашего штата, нашего города, нашего государства мы чтим, да? Мы стараемся на машине правильно по спиду ехать. Мы стараемся в магазин прийти, купить. Не просто взял, пошел, что будет воровство, восьмая заповедь, не кради. Вот мы это не делаем. Мы живем по кодексу мира сего. Но когда мы живем по правилам и по кодексу Слова Божьего, которые есть наш критерий или рамки наши, куда мы не должны выходить за эти рамки. То тогда мы называемся тоже другом нашего Бога. То есть Слово нас называет. Если кто-то будет смущать кого-то из нас, и где свидетельство, что ты назван другом Божьим? Тогда мы отвечаем, что Слово Божье говорит. Это вот Тимофею апостол Павел писал, что Авраам, когда поверил Богу, ему меняется праведность, что он прав, и он назван другом Божьим. Мы тоже друзья нашего Бога. Иисус Христос, смотрите, в своем общении, что он говорит, это второе подтверждение нашей мысли, которую мы сейчас слышим. Второе подтверждение. Там Бог его называл другом. Он назван другом Божьим. Ну там окрестные народы говорили, ты князь Божий. Его и князем называли. Ну в наше время князь нету, но может быть назвали сенатором там, или еще каким-то депутатом вы назвали такими нехорошими, как бы сказать, названиями, но это государственные работы. А Иисус Христос говорит, смотрите, Иоанна 15.15, Евангелие от Иоанна, очень легко запоминается. И это мы можем вот после этого урока для себя взять. Даже можем потом мы видео просмотрим. А нет, вот запомнить, в ваши годы вообще все легко запоминается, да? Иоанна 15.15 стих. Иисус Христос говорит, я вас рабами не называю. Кто такой раб, вы знаете, да? Девочки, вы знаете? Или вам поняли, что надо сказать? Кто такой славис? Я вас рабами уже, правильно я сказал, Мангелие? Значит, я вас рабами не называю, потому что раба я купил за деньги. Сегодня нету, ну где-то в странах есть, но сегодня у нас нету раба. Раба я за деньги. Или давай так мягко скажем, рабочий. Мануил пришел ко мне работать, я ему плачу 25 долларов в час, и вот эти 8 часов он продан мне. Он работает, чтобы моя фирма процветала. То есть это рабочий от слова раб. Это в русском языке. Ну, в английском такого нету. Слэйдж, и джаб, или как он там, рабочий как воркер, кто он там будет? Вот, смотрите, там такого нету. А в русском языке, да, рабочий это от слова раб. Работать тоже от слова раб. Или раб может быть от этих, да? И вот смотрите, он говорит, я вас не называю те, которые работают на меня. Те, которые куплены за мое серебро, за мои деньги. Я вас этим не называю. Хотя он должен будет купить их дорогою ценой, кровь свою за них пролить, да? Но почему он говорит, раб или рабочий не знает то, что делает босс? Босс хочет, что делает. Рабочий не знает. Рабочий должен послушаться менеджерес, есть супервайзер. Вот он их слушает и работает. Потом босс пришел. Я год всего лишь в Америке поработал за 22 года на такой фирме. А потом уже все, сказал, рабами не хочу быть. Я пошел на свою фирму. И ушел. Все, свободен. Там я сам себе. Работаю, не работаю. Поехал, не приехал. В гости поехал. Мне так проще. Но в общем, но у меня натура не та. Я не могу на фирме работать. Вот правда, я не могу утром вставать всегда в 7 или 5 часов. И я не могу точно в это время. Для меня надо вот поспал. Если до 9, до 9. Если надо в 6, в 6 встану. Ну, когда надо. Какой-то свободы. Это для меня. Но он говорит, Иисус Христос, я назвал вас друзьями. Это местописание. Я сюда написал 15, 15 Иоанна. Я назвал вас друзьями. Теперь мы можем проанализировать, насколько это ближе и роднее. Насколько это ближе и роднее. Он мог назвать ты мой сын, ты мой сын, ты моя дочь, вы мои дочеря. Он мог так. Нет, он назвал друзьями. Почему он вот в этом местописании не так не говорит. Смотрите, если сын и дочь, то там, естественно, там права есть дочерей, сыновей по отношению к родителям и родителей к дочерям и сыновьям. А здесь друзьям. То есть, вот на таком добром общении друг с другом мы как друзья будем общаться. Я Господь. Он говорит, правильно ты говоришь, да, я Господь с неба. Он говорил одному человеку. Но говорит, когда я называю я вас друзьями, то у нас отношение будет такое, как у друзей. Вот он Господь с небес, да, а мы люди, и он называет нас друзьями. Почему он называет нас друзьями? Потому что, здесь дальше написано, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. А мы немного ранее, да, Иаков 2, 23. Он через слово Божье Бог называет друзьями Абраама и нас. Иисус Христос, то, что слышал у отца, он слышал, что Бог так относится к нам через слово свое святое. И он же нас называет тоже друзьями. Ну, конечно, если мы исполняем его волю, мы его любим. Конечно, если мы дружественны с ним. Смотрите, если я, я вот чаще себя привожу пример, чтобы никого из вас не обидеть. Если я буду недружественным с Христом, то значит у меня нет с ним мира. Если нет с ним мира, то значит я ему, ну, это последовательность, значит я ему враг. Значит я не с ним. Значит я против него. Я, значит, не за него. И мы с ним уже не друзья. А если мы не друзья, то мы значит не понимаем друг друга. Ну, кто может воевать с Иисусом Христом или с Богом? С ним невозможно воевать. Но я становлюсь противником Богу или Иисусу Христу. Он уже меня другом может не называть. Полный, вот полное право или Слово Божье, оно может меня не называть уже своим другом. То есть здесь за этим словом, еще давайте подчеркнем, очень много стоит. очень много стоит в отношении с Богом. А потом мы пройдем уже дальше отношения мы друг с другом, да, или с миром, какая дружба должна быть или не должна быть. Давайте еще один пример. Если у вас какие вопросы есть, то мы зададим и побеседуем. Если нет, то пойдем дальше. Исход 33.11. Тоже очень легко. 33.11. 33 глава, 11 стих. Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. Это лицом к лицу face to face. Это для американцев, а для украинцев лицо на лице, или как на предлице. Я к нему. И в общем, смотрите, он лицом к лицу разговаривает. Ну, это значит вот так. Устами к устам апостол Павел пишет, да? Ну, устами к устам как-то не особо так вот, но он так, такое выражение, это греческое выражение. Устами к устам, да, это губы напротив губ, ты вживую общаешься. Не как вот по, вот это, как это называется, social media, да, или как там общаются. В общем, не так. То не живое, а живое, вот я хочу живое общение. Вот я Мануила сейчас вижу, и я хочу с ним общаться вот так. А по телефону это уже будет не по-живому общаешься. Ну, и значит, смотрите, да, он говорит, я с Моисеем, проходите, пожалуйста, я с Моисеем, и это он говорил, он это говорил своей сестре, Моисеевой сестре, Мариам, и говорил Арону, он говорит, что я с Моисеем лицом к лицу общаюсь, фейс-то-фейс, да, как кто бы говорил с другом своим. Вот с друзьями мы как общаемся, если вот две подруги, и они общаются, в лицо смотрят и говорят, вот это, вот это, вот это, вот это случилось, это есть, это нет, а как бы ты думал, а как бы ты думал, как бы ты поступил, вот так мы общаемся. А не то, что мы примерно, ну, я пришел к другу и отвернулся, а Мануил здесь, и я с ним общаюсь, и туда смотрю, или я в телефоне, это неправильно. Лицом к лицу, это значит, мы сидим, стоим, разговариваем, или едем, и часто, вот смотрите, я напомнил, едем, да, вот едем за рулем, мне же повернуться надо, я же говорю, если говорю, бывает, едешь, говорю, да, потом раз повернулся, зачем это? То есть, это природа даже человеческая, это требует, чтобы я повернулся лицом к лицу, как Писание говорит, или уста к устам, это значит, вот повернуться лицом к лицу, это чтобы так было. И смотрите, Бог обратно. Если нам сказать, кто друг Божий, мы всегда ответим Авраам, задать вопрос, это по Писанию, да, Моисея можем забыть, но Бог говорит, я с ним разговариваю, как с другом, то есть, нам задают вопрос, кого называют другом Божьим? Мы говорим, Моисей тоже друг Божий, это мы место Писания находим, исход 33.11, потому что Бог сказал, я с ним говорю, как с другом, лицом к лицу. Если нас еще спросят, кто еще друзья Христовы, или Божьи, мы говорим, мы, почему? Потому что на основании Писания, которое мы прочитали, Якова, Иоанна, извиняюсь, 15.15, он говорит, вы друзья мои, он нас, учеников, и нас назвал своими друзьями. То есть, когда нам задают вопрос, или даже на молодежном служении, такой вопрос поставят, кого Бог назвал друзьями? Это Авраама, это Моисея, это нас тоже. Это вот эти три ответа, можно легко уже говорить, и дать полный ответ тому, кто хочет узнать на этот вопрос, нам дать ответ, кто хочет узнать, насколько мы знаем, кто наши друзья, или чьи мы друзья. Мы знаем, чьи мы друзья, и как мы подтверждаемся Словом Божьим. Есть вопросы по этим трем пунктам? Нету, нету? Дальше движемся. Дружба с миром. Времечка так быстро бежит, уже 15 минут пробежало, или 20. Дружба с миром. Братья и сестры. Карина, забегай. Братья и сестры. Друзья Христовые. Давайте так назовем. Обычно с проповеди так говорят, друзья мои. Я так никогда не говорю с проповеди. Но вообще, друзья Христовые, мне так понравилось сейчас это выражение. Божьи, друзья. Смотрите, что говорит Иаков 4,4. Такие места хорошие, легко запоминаются. 4,4. 15,15. Представь, 31,11. Такие легкие цифры. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть, если я, друг Иисуса Христа, а потом начал что-то с миром дружить, то здесь местописание через Иакова, апостола, называет. А Иаков был брат нашему Господу Иисусу Христу. Они с одной семьи. И плюс он тоже был Божий сын. Потому что он принял Иисуса Христа как за Господа, своего брата. Вот. И что он говорит? Нарушается как бы седьмая заповедь. Я, который назван другом Божьим. А потом я люблю мир. А в мире что там? Там прелести, там обман, там соблазны. И он говорит, что я как будто нарушаю седьмую заповедь. Почему он так говорит? Получается, что мы жили с Господом, а теперь живем или заглядываем в мир, то ты как нарушитель седьмой заповеди. Вот. Это очень жестко. Это очень серьезно. Ну, по-другому. Зачем ты мне изменяешь? Ну, ты же, вот кто принял водное крещение, да, вот, девочки, вижу, кто сидел в классах. Карина, ты приняла у нас? Была в классах? Нет? Еще ушла. Ну, ты была. Мануил, ты был, да? Нет? Ты раз, а мама ходила. Ну, смотрите, вот примерно, да, мы дали Богу обещание доброй совести, да, пообещали добрую совесть. И теперь я пообещал Христу и Богу, а потом изменение. И вот измена, вот это плохо. Измена тяжело прощается. Вот я женатый человек, да, восемь детей, четыре, шесть внуков, да, я женатый человек, да. И смотрите, вот я даже не представляю, вот я не могу, вот я часто мы как-то разговаривали, я жене говорил, вот на некоторые вещи не за измену. Вот мы живем пока хорошо, все мирно, нормально. Ну, а вдруг где-то измена, смогу ли я простить? То есть, вот я ли на, вот за измену, в дружбе, пусть в дружбе, да, дружил я с человеком, и он потом покаялся. Я как христианин должен его простить и дальше дружить. А смогу ли я это? Вот то была измена. А Бог, смотрите, Он простил, Он говорит, где разводное письмо вашей матери? Он обращается через пророков к Израилю. И все равно Он прощает. Как бы Он даже то разводное письмо, Его никто не писал, Он его убрал. Для чего? Для того, чтобы простить. И в этом тоже мы заметим в слове дружба разница в верующем человеке и неверующем. Представьте, поэтому нас Писание просит вот через это слово, которое мы сейчас слышим, не изменять Богу Отцу, Который назвал нас друзьями через верного Авраама. И Иисусу Христу Ему не изменять. Измена мы знаем в чем. Что-то мы должны проверять. Смотрите, если я вещи мои, там и телефон, и куртка, и там все другие вещи, там и ручка моя, там и машина, и дом, это тоже к вещам относится. Люблю больше, чем моего Господа, я не достойный Бог. Даже это моя жена, мой сын, моя дочь, мои внуки, там или отец, мать, больше, чем Христа, я его не достойный. То есть, здесь тоже уже я изменяю Иисуса Христова. Иисус Христов на первом месте, Бог Отец на первом месте, потом уже моя семья, ну обычно так учат, я не знаю, почему-то я не согласен с этой теологией библейской. В начале семья, а потом церковь. Что-то я больше всегда ставлю лучше на церковь первее, на первом месте. И семья служит церкви, как-то я так ставлю. Но это мое личное мнение. Вы можете иметь, как по теологии библейской, вот вы в колледжах, кто учился, учится, в библейском девочке, вижу, учились в подростковом колледже, будете учиться, или потом уже университет библейский пойдет там, то там так говорится. Но я почему-то, меня оно не научило. И вот, хорошо, мы запомнили, разница между словом дружба в мире и в вере. Что затоит за дружбом слово в вере, да? Очень много стоит там и любовь, и мир, и вражды нету, и согласия, разногласия нету. То есть, и прощение там тоже. Изменять мы не должны изменять. Потому что дружба с миром, здесь же написано, смотрите, вражда есть против Бога. Если начинаю я дружить с этим миром, а мир мы понимаем, что? Это, чему они учат, они учат, Бога нет, они учат, делай, что хочешь, бери, что хочешь, кушай, что хочешь, поступай, как хочешь, только человека, ну, немного с Библии взяли, там, чтобы ты тоже не убивал, за это будет суд тебе, будешь в тюрьме сидеть, чтобы ты не воровал, это тоже не делай, там некоторые вещи, но это библейские, в принципе, они оттуда взяли. Но вражда против Бога, кто хочет быть другом миру, здесь так написано, тот становится врагом Бога. Вот настолько простые правила, что, ну, как скажем, даже для неграмотного человека это просто, просто обратить внимание на эти слова. Итак, повторять давайте мы не будем, потому что времечко, правда, бежит, да, но вот давайте обратим внимание на дружбу между людьми. Но в Священное Писание я не буду вам приводить сейчас дружба, которая происходила в мире, все происходит между людьми. Мы понимаем, как она происходит. Почему? Потому что наша дружба глубже, она тоньше, она святее верующего человека, она другая. Вот разницу делайте, чем в мире. Смотрите, Псалом 132.1. Давид говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. По-другому дружными быть вместе. Это хорошо и это приятно. Что значит жить вместе? Это же не говорит, что в одном апартменте всем жить. Это не говорит, что в одной стране жить или в одном городе жить. Это об этом не говорит. Это говорит, те братья и сестры, это как мы с вами, которые уверовали в Иисуса Христа, которых Бог назвал другом, которых Иисус Христос называет друзьями, хорошо жить между собой, в дружбе. Это в мире. Это значит тоже, что мы не должны друг против друга, мы же проходили слово злоречивый, не наговаривать друг на друга. Не наговаривать. Но это сложно. Вот правда, в мои года и то это сложно, чтобы что-то плохого за кого-то не сказать. Это сложно. С этим надо бороться. Не наговаривать. Быть дружелюбным. Любить дружбу или в дружбе иметь любовь. Это очень нам надо подчеркнуть это местописание, которое мы первое прочитали. Второе Тимофея 2.1. Здесь написано не дружелюбным. В дружбе иметь любовь или в любви иметь дружбу. Притча. Давайте притчу проходим. 18.26. Это уже труднее запомнить. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Получается, если я хочу иметь друзей, чтобы у меня их много было, обратно не на инстаграмах. Там имейте друзей. Но то не живое общение. Лучше приехать, пообщаться час, чем целый год общаться так. Ну, конечно, если наши родственники живут, ну, мои родственники живут в Казахстане. Несколько остались там в Украине живут, да? В основном в Казахстане живут. Здесь живут. Но по-другому я же не могу каждый год туда летать. Просто денег не хватит. Каждый год. Мне, жене туда летать, да? Вот. А общаться мы имеем, вот по социальным сетям, мы имеем такую возможность. Это уже лучше, чем 40-50 лет назад, когда не имели такой возможности общаться. Только там письмо писали или еще что-то, да? А вот хочешь иметь друзей, их надо иметь много. Об этом, знаете, что? Определяется наш статус. Определяется, что ты хороший человек. Когда ты хочешь иметь друзей, и когда ты их имеешь, и ты хочешь иметь их много, то сам будь дружелюбным. Здесь тоже слово стоит. Люби дружбу, или в дружбе имей любовь. Это верущее слово. Дружелюбным, мне кажется, что мирские даже эти слова редко когда пользуют. Вы слыхали так сильно об этом? Я как-то слыхал, там говорят, дружелюбие. Но, однако, оно вот такое вот есть, существует в нашем. И мы рады, и мы благодарны Богу, что Бог нам дает такие познания и дает свет, который из священного писания. Теперь притча 17-17. Тоже легко запомнит. Друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Получается, что он больше, чем друг. Он уже как родной брат. Он любит во всякое время. Что такое всякое время? Это когда у меня горе, он придет, поможет. Когда нет денег, он тоже поможет. Если имеет, он, конечно, деньги здесь не имеет, он не обязан отдать, чтобы дети его голодные были, а мои, чтобы уже поможет. Или там многие несчастья. Но, а если вдруг пришло счастье, и у меня много денег, он друг, но он не становится врагом, он остается другом, он не завидует, он радуется за тебя, что у тебя хорошо. Или ребенок, у кого родился, он радуется. Или кто женился, или замуж вышел, он не злится, он радуется. Вот это друг настоящий. Много есть примеров в этом, где мы же тут прошли только перед этим, не любите мира. То есть то, что вокруг нас, не любите. Там были две подруги, мальчик один им, двоим нравился. И они потом врагами стали между собой, только за одного мальчика. Понимаете? Тут написано, друг любит во всякое время. А пришло испытание, мальчик дружит с этой девочкой. И той подруге он нравится. И они уже начинают между собой уже не подруги, а враги получаются. Это чтобы оно, то есть Писание нас учит в этом. Потом окружение. Смотрите, я это на молодежном говорил, если кто был, вот неделю или две назад, за друзей. Были такие друзья у меня, которые, ну хожу на собрание, вроде бы там иногда проповедь скажешь, иногда там еще что-нибудь, да, но иногда, а просто сидишь. Друзья такие, которые тоже сидят, просто ничего не делают в церкви. Я думаю, надо менять друзей. От друзей много зависит. Вот запомните это, уже это на моем опыте. Я же говорил, будем местописание и опыт. Это на моем опыте. И вспоминайте, вот кто был тогда на молодежном, неделю или две назад. Я немного говорил. Потом я думаю, нет, надо друзей менять. Надо было дружить, вот пастор Давид Николай Гантюк, там Валентин Проценко, те, которые работают в церкви. Поменял друзей, сам стал работать в церкви. Вот как оно работает от друзей. Те друзья, которые сидят просто в церкви, ничего не делают. Даже не говорят, иди там кушать, сварить для церкви. Там что-то сделай, или там помой что-то. Да, нормально, мы ходим, мы порядочные, нам что там в церкви трудиться, пускать там трудятся, его диаконом, его пресвитером посадят. Это неправильные друзья. И я это понял. И я потом жене своей говорю, у меня друзья нехорошие были. Она говорит, кто? Ну, я говорю, твой дядя был, твой двоюродный был. Она говорит, так подожди, это мои родные. Я говорю, разницы нету. Мой друг был тоже, он только недавно стал, мой ровесник, и он недавно стал в церкви работать. Я 9-10 лет назад пришел в церковь работать, а он только недавно. Представьте. И я говорю, вот и тот друг, ну, это уже не мой родственник, понимаете? И вот от друзей. Вот как зависеть от друзей? Вот надо друзей выбирать. А выбирать как их? Ну, согласно Слову Божьему. Ну, и те были верующие у меня друзья, и эти друзья верующие, которые сейчас стали. Но эти работают в церкви, а те не работали. И я не работал. Почему? Ведь, знаете, возможно, я хоть проповедь иногда говорил, иногда там раз в год или два раза, когда дадут. Они даже это не говорили. А вот внутри было, что неправильная жизнь. Это проповеди, это не есть служение. Это служение, но такая капля маленькая. Служение я тебе стулья принес, я тебе там помог, я тебе там помог, я в этом деле помог, в этом. И твое время в церкви, много времени в церкви. Вот мы же для себя 8 часов спим, 8 часов работаем, с семьей бывает едем, все равно мы дома, да? А в церкви мы мало. А вот если в церкви, даже если разделить, я так для себя понял, даже если на каждый день, иногда бывает много времени, уходит на работу, даже 2 часа на день ушло, это хорошо. Даже час в день. Иисус Христос говорит как? Те, которых Он взял с тобой, помолиться. Он говорит, один час, могли бы вы пободрствовать со мной? Если в церкви, на служение ближнему, а сделал я тебе, сделал тебе добро, ему, третьему, пятому, десятому, я сделал Христу. Так Христос говорит, 25 глава Матфея, последние стихи. Сделали одному наименьшему, вы сделали для меня. Неужели я не хочу для Христа потрудиться? И у меня друзей больше. Есть враги, не забывайте, кто работает в церкви, у него нет, нет, ты неправильно это сделал, ты это неправильно. Это не враги, которые не понимают тебя. Вот это, а может и я неправильно что-то сделал. Но от этого много зависит. От дружбы много зависит. Давайте подчеркнем это, это для себя это слово. От дружбы зависит жизнь человека верующего. Хорошие друзья, но не работающие. Лучше от таких друзей перейти к другим друзьям, оставить их в друзьях, ну может быть с ними выходить уже на так вот, переписываться через компьютер. А пойти к таким друзьям, которые работают, которые в церкви живые и делают для Господа. Один час в сутки для Господа. Это и собрание, это не надо говорить, это посты тоже, но разбиваем на всю неделю. И тогда мы имеем, если сделал я одному наименьшему, сделал ему, 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 да, то я сделал Христу. И Христос тогда не напрасно назвал Иоанна 15, 15, вы друзья мои, если соблюдаете то, что я вам заповедовал. И дальше Бог тоже будет называть это мои друзья. Есть вопросы, ребятки? Нет? Можно? Давайте. Да-да-да. Да-да-да. Все, как он делает дома, Бог открывает, все церкви. И прошлая семья начала, как вы думаете, я высказываю, новую семью, лучше тела, которая была. И вот мы уже с ними общаемся, они не будут любить. Вот как им ответить так, чтобы они не обидались? Они представляют, что это горит. Понял, да. Ну, смотрите, через это как бы потерялась дружба с ними, да? Через это. Не только через это. Раньше еще, да? Потому что у меня, в которых я смотрела, ну, что они не совсем правильно поступают в плане субботы. Не лучше было от них, ну, качество, не самое лучшее. И у меня пришло в то время, ну, и сейчас у нас в этом моменте, что она была лучше. Хорошо, Карина, значит, давай так сделаем, чтобы много времени не занимать. Давай так сделаем, что любой спор или любое недопонимание приводит на прежнее место, если даже не проведет, но обиду уберет из сердца. Это если даже пусть ты не виновата, но ты говоришь, если вы обижаетесь, извините меня и простите. Это самый такой, самый лучший путь. Они при этом не имеют права, они же ведущие люди. Они не имеют права. Это не говорит, что вы дальше будете дружить. Но прощение, отпусти, чтобы сердце, они не имеют права не простить. Это их дело, простить или не простить. Но Писание не позволяет нам не простить. Понимаете? То если тебя оно беспокоит, или их, но они должны были так, но им некому подсказать, а тебе сейчас есть кому подсказать. Видишь, я тебе подсказываю. Пойти сказать. Вот оно такое спровоцировало. Я считаю, что я там, там, там права. Но вы извините, что вам принесло это неудобство. А что не принесло? И не разбираться дальше. Вы остаетесь, друзья, тогда в церкви Христовой. Вы остаетесь все на местах. Но будете вы друзьями, не будете, это неизвестно. Но, однако, простить друг друга надо. Это дружелюбный называют. То есть вы любите дружбу, чтобы не было ссоры между вами, недопониманий. То есть это так оно происходит. Буквально недавно, вот мы, я был с пастором Давидом, и мы немножко там недопонимание между молодыми ребятами рассуждали. Мы точно так посоветовали. Вот пастор Давид задает, мы сидим, и отец этих ребяток, и я сидел. Какой вы выход видите? И они, молодые ребятки, сказали, мы видим выход только поизвиняться, сказать, ну, извини меня, брат. И так придет. И все так сказали. Иди, хоть ты считаешь, что ты прав. Он говорит, да, я прав. Считаешь прав, поизвиняйтесь. Простите друг друга. Забудьте за это. Но никто обратно не говорит, вы дружите дальше. Потому что это уже на усмотрение каждого. Это на усмотрение каждого. Это пусть посмотрит. Хотя Писание призывает, чтобы он был тебе дружелюбным. Смотрите. Я думаю, что время наше выходит. Мы до четырех, да, вроде бы. Дружба, да? Дружба любит. Любовь там присуща в этом. Она есть. В Христовой дружбе, которой нам наделен. Мы наделены. Которое нам дано. Ну, и смотрите. Дружба с миром мы прочитали, да? Мы прочитали, что... Заканчиваем? Все, уходим. Последнее. Матфея 5,44. Что он говорит в дружбе? Я говорю вам, любите врагов ваших. Помните, мы дружелюбие, да? Любите врагов ваших. Это мир так не может делать. А если мы дружные, мы даже врагов любим. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молите за обижающих вас и гонящих вас. Вот такие слова. Если мы дружелюбны, тогда мы любим Христа и любим те, которые Христовы. А они, друзья, нашему Христу и нашему Богу. Субтитры создавал DimaTorzok